Доброе утро, добрый день, добрый вечер! С вами новости Доми Сольки и Аля Трофимова. Надеемся, что август для вас начался солнечно и позитивно. А сейчас я вам расскажу кое-что интересное про наш театр. И наша первая новость про День физкультурника, который прошел 8 августа. Наши педагоги и артисты организовали целый онлайн-концерт для всей России. В программу вошли наши номера с друзьями Доми Сольки, мастер-классы по танцам от Юлии Целищевой и Реваля Булатова, а также песни о спорте и активном образе жизни. Многие видео были сняты на природе прямо перед концертом. Наши артисты специально выезжали за пределы Москвы, чтобы передать летнюю атмосферу и показать, что Доми Солька за здоровый образ жизни. Вторая новость от нашей артистки Вероники Филатовой. Она очень хотела передать привет любимой Доми Сольке, по которой страшно соскучилась за летом. Вероника вместе со своими друзьями расскажет нам о том, как привела лето, в каких местах побывала, а также поделиться информацией о каждом городе. Встречайте! Всем привет! Меня зовут Филатова Вероника. И сегодня мы отправимся в путешествие вместе с Доми Солькой. Наверное, каждый из нас, отправляясь в путешествие, искал информацию о достопримечательностях, которые советуют посетить местные жители или туристы. Кто кроме них знает о подальонных уголках и скрытых улочках? Там можно сделать такие красивые фотографии и узнать много всего интересного. В этом году пандемия внесла свои коррективы в наши планы. И нам не удалось поехать в любимые лагеря и на гастроли. Это лето артисты Доми Сольки проводят вместе со своими родными и близкими в разных уголках России. И мы уверены, в каждом регионе, городе и селе найдутся те места, которые будут незабываемы и неповторимы. Итак, сегодня мы запускаем рубрику «Путешествуй вместе с Доми Солькой». И первым делом мы отправимся в гости к Кандыбаевой Дяне. Уверена, она расскажет что-то позитивное и очень интересное. Всем привет! Своё лето я провожу в деревне под названием Бычки. Своё название деревня получила за счёт необычного расположения. Она находится между тремя областями и обрадами. Равнина, которая находится между этими обрадами, произносится термином «бычок», который используется в Рязанской области. Я очень рада, что провожу своё лето в деревне. Наша деревня сохранила традиционные праздники, такие как калятки, городушки. Здесь весело проходит любое мероприятие. Люди здесь очень дружные. Мы вместе ходим на прополку, собираем урожай, ходим на рыбалку. Младшие и старшие поколения совместно играют в футбол и устраивают другие спортивные состязания. В этой деревне выросло пять поколений моей семьи. И я этим очень горжусь. Спасибо! Это было очень увлекательно и интересно. А сейчас мы отправимся на родину с бурдановских бабушек, где своё лето проводит долгачёв-егор. Я нахожусь в центре Ульмуртии, в городе Ижевске. Ижевск знаменит своими заводами оборонной, машиностроительной и металлургической промышленности. А с этой точки видно целых две достопримечательности Ижевска. С одной стороны, скат Михайловский собор, который находится на самой высокой точке Ижевска. А с другой стороны, выступочный комплекс Михаила Калашникова, который был почерпан жителем Ижевска. Заменито весь мир созданием стрелкового оружия. А вот ещё один очень важный памятник города Ижевска. Генеральный директор машиностроительного завода выступил с идеей сделать памятник не оружию, а его создателю. Культер при создании использовал настоящие фото мастеров. Этот памятник находится на берегу Ижевского круга. Наш учебный год обещает быть насыщенным и очень интересным. О том, где набраться сил и энергии, нам расскажет Селиванов Денис. Мы сейчас находимся около реки Иночь, или как она раньше называлась, Большая Иночь. Эта река начинается на границе Московской и Смоленских областей, и она впадает в реку Москву. В основе её названия лежит мордовское происхождение, и она называлась Иньо Цу, что в переводе означает «Очень большая». Затем мордовское происхождение и русский перевод слились вместе, и получилась Большая Иночь, хотя её продвижённо всего 46 километров. Со временем первое слово потерялось, и сейчас она называется просто Иночь. Местные жители поговаривают, что река имеет очень большую силу, и перед тем, как отправиться в поход или в бой, мужчины обязательно окунались в эту реку в любое время года и погоды, и они всегда возвращались с победой. Я вот думаю, может, мне тоже окунуться в эту реку? Прямо перед первого сентября. Спасибо, Денис. Я бы с удовольствием искупалась в этой речке. С вами была Филатова Вероника. До скорых встреч. Всем пока-пока. Третья новость и самая приятная. У наших друзей день рождения. На этой неделе мы поздравили Ирину Медведеву, с которой наши артисты исполнили любимую песню всех детей «Мама, первое слово». Мы желаем вам тепла, улыбок и как можно больше светлых и радостных дней. Надеемся ещё не раз выступать на одной сцене вместе. На этом всё. С вами были новости до Месольки. До встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok